Ученики третьей школы, победившие в городском конкурсе «Безопасное колесо», а потом занявшие второе место в Новом Уренгое среди всех городов округа, совсем не почивают на лаврах. Юные инспекторы движения продолжают заниматься и готовят себе смену. Анастасия Шаховцова расскажет подробнее. Два месяца на подготовку, ежедневные тренировки. Все для того, чтобы показать достойный результат на окружном этапе, где лабытнанская команда заняла второе место. Конечно, сказывается волнение детей. И полк играет роль, и жесты регулирующика, когда стоит просто ученик в роли регулирующих, а там уже стоит инспектор ГИБДД. И вот так вот получается, что именно из-за фигурного вождения, потому что нельзя предусмотреть даже все элементы, которые будут использоваться на окружном конкурсе. Мы отрабатываем одно, а там дополнения есть какие-то новые. И нам, получается, нельзя-то охватить все. И мы укрепились на втором месте, уступив немножко салихарской команде. Два выпускника кружка ЮИД провели мастер-класс по вождению на велосипеде и показали, как правильно необходимо выполнять элементы. Владислав Довгань вспоминает о победе в городском конкурсе и старается передать этот настрой будущим участникам. Я записалась сам сюда, потому что мне понравилось. Мы занимались с сентября, и мы вот так подготовились, что заняли первое место в городском конкурсе. Ну, это легко. Если подготовиться и понять, как ездить, то это будет легко отдаваться. Мы сейчас подготавливаем юных юидовцев, учим их и подготавливаем конкурсы. Скорость мы не набираем. Вот. Руль. Не бойся, не бойся, не бойся, не бойся. Я тут рядом. Я их захожу не больше года. Мне нравятся практические задания и то, что мы ездим на велике. Пока ребята только учатся правилам дорожного движения. Но, возможно, в скором будущем они смогут показать достойные результаты и пополнить копилку достижений третьей школы. Анастасия Шаховцова, Николай Снегир, программа «Время местное».